Эндокринология 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 И другие встречаются существенно реже, некоторые из них гипогнозизм, гипопаратериодизм, несахарный диабет, в общем-то, единичны в литературе. И это представлены данные крупного метаанализа прошлого года, в который включено почти 20 тысяч пациентов. С точки зрения времени развития эндокринопатии на фоне иммунотерапии, ну, на самом деле, пик развития этих осложнений начинается где-то после 10-й недели лечения, хотя многие осложнения, в том числе гипотериоз, может начинаться и существенно раньше, уже на первых неделях лечения. Различий между ингибиторами CTLA-4 и PD-1 в начале повышения риска развития эндокринопатии, в общем-то, особенного нет. Но обратите внимание, при этом на фоне терапии анти-CTLA-4 этот риск повышается и сохраняется достаточно длительно на одном, достаточно высоком уровне. При этом для ингибиторов PD-1, PD-L1 существует некий пик вероятности развития повреждения желез внутренней секреции, после которого эти риски снижаются существенно. Если рассмотреть терапию комбинации ингибиторами CTLA-4 и PD-1, вот эти комбинации дают существенно более раннее начало эндокринопатии как осложнение лечения. Что мы можем сделать и что мы должны сделать для того, чтобы скринировать, отследить развитие эндокринопатии на фоне иммунотерапии? На сегодняшний день стандарты гласят, что мы должны контролировать перед каждым введением иммунотерапии, ну или по крайней мере не реже, чем раз в месяц, уровень тиреотропного гормона, свободного триотиранина, свободного тироксина, антитиреоидные антитела хотя бы раз в месяц, а также уровень глюкозы крови и электролитов, которые так или иначе косвенно могут свидетельствовать о развитии эндокринопатии. Ну и кроме того, основной наш инструмент это, конечно, наблюдение за симптомами, хотя, как мы увидим дальше, большинство симптомов эндокринопатии, они достаточно неспецифичны и, в общем-то, основной нашей задачей является научиться заподозрить эндокринопатию при наличии у пациента, например, банальной слабости, которая может развиваться у него в связи с множеством причин, включая, собственно, его основное заболевание. Начнем с гипофизита. Почему это осложнение является эксклюзивным практически для ингибиторов CTLA-4? На самом деле, на сегодняшний день уже показано, что клетки гипофиза, граммопродуцирующие, экспрессируют рецептор CTLA-4 на своей поверхности. И, соответственно, связывание антитела препарата с этим рецептором приводит к активации системы комплимента и индуцирует локальное воспаление. Поскольку в этом процессе препараты против PD-1, PD-L1 никак участвовать не могут, соответственно, и при их назначении, в общем-то, вероятность развития гипофизита не так велика. Развивается гипофизит обычно на 4-10 недель терапии. Причем, в отличие от спорадического гипофизита, который чаще встречается у женщин, при иммунотерапии гипофизит развивается чаще у пожилых мужчин. Симптомы, как я уже говорил, не очень специфичны. Первоначально это головные боли, слабое снижение аппетита, могут быть тошнота, бессонница, эректильная дисфункция, снижение либидо, полиурея, полидепсия, снижение памяти. Все это симптомы, которые связаны с нарушением продукции гормонов различными эндокридными железами, функция которых регулируется, собственно, гормонами гипофиза. Также может наблюдаться нарушение полей зрения, двоение в глазах, которые связаны с масс-эффектом за счет увеличения объема гипофиза при воспалительном процессе. В тяжелых случаях развивается гипотензия, дизэлектролит и миа. На основании каких еще признаков мы могли бы заподозрить гипофизит? В рамках скринингового обследования мы проводим тесты на уровень тероксина и ТТГ. Так вот, если мы наблюдаем снижение уровня Т4 при этом при сниженном или нормальном уровне ТТГ, это говорит, скорее всего, не о первичном гипотериозе, а именно о гипофизите, который вторично привел к снижению уровня тероксина. Также может на фоне гипофизита наблюдаться гипогликемия и гипонатриемия. Так или иначе, мы должны учитывать все эти факторы для того, чтобы оценить вероятность развития у пациента гипофизита. Если мы заподозрили гипофизит, мы должны выполнить целый ряд лабораторных исследований и магнитно-резонансную томографию головного мозга. В лабораторных анализах мы увидим снижение уровня гормонов гипофиза. Это адренокортикотропный гормон, фолликулостимулирующий гормон, лютеинизирующий гормон. При этом пролактин обычно повышается за счет масс-эффекта при воспалении. И, как показано, отсутствие повышения пролактина при гипофизите – это фактор плохого прогноза к дальнейшему восстановлению функций гипофиза. Также мы исследуем тиреотропный гормон и, собственно, гормоны, которые продуцируют железы, мишени гормонов гипофиза. На МРТ головного мозга в первой фазе активного воспаления мы увидим отек, увеличение гипофиза и активное накопление им контраста. Но это не является обязательным условием для установления диагноза гипофизита, поскольку после первой фазы активного воспаления эти явления стихают, и мы можем совершенно не увидеть этих изменений. Лечебная тактика при гипофизите. При второй и более степени мы должны приостановить иммунотерапию. Преднизолон в высоких дозах назначается только при наличии симптомов масс-эффекта, то есть выраженной головной боли или двоение в глазах, а также при развитии клиники вторичной надпочтенниковой недостаточности. В остальных случаях назначение глюкокортикоидов, в общем-то, не имеет большого смысла, потому что это никак не влияет на уровни продукции гормонов гипофиза и на сохранение его функции. Основой лечения является заместительная терапия. Здесь применяются глюкокортикоиды, тироксин при вторичном гипотириозе. Изредка рассматривается вопрос и о заместительной терапии половыми гормонами, если это актуально. Минералы кротикоиды при этом обычно не требуются, поскольку минералокортикоидная функция надпочтенников в этой ситуации сохраняется. Чаще всего после гипофизита развивается стойкая вторичная надпочтенниковая недостаточность, тогда как функция щитовидной железы и ганат чаще всего восстанавливается. У большинства пациентов, как говорят зарубежные рекомендации, возобновление иммунотерапии возможно после того, как полностью налажена заместительная терапия. Что касается нарушения функции щитовидной железы. Как я уже говорил, это самые частые эндокринные осложнения иммунотерапии. Причем на фоне монотерапии суммарно на круг это где-то 12-15%. Вот на фоне комбинации антисетирии 4 и PD-1 частота этих осложнений достигает даже 30%. При этом выделяют первичный гипотиреоз, который характеризуется снижением Т4 и повышением тиреотропного гормона. Первичный гипертиреоз, который развивается собственно по механизму болезни Грейса. Повышается уровень секреции гормонов щитовидной железы. При этом мы наблюдаем сниженный тиреотропный гормон. И лабораторно определяется антитилак рецептора ТТГ, который собственно и стимулирует функцию щитовидной железы. При этом повышается активность тканей щитовидной железы на сцинтиграфии. И наблюдается высокий кровоток в железе по данному ультразвуковой диагностики. И третий вариант так называемый безболезненный тиреоидит. Который в общем-то патогенетически с моей точки зрения вряд ли чем-то отличается от первичного гипотиреоза. И отличается он только клиническим течением. То есть когда мы на первом этапе видим деструкцию тканей щитовидной железы в освобождении гормонов и клинику, соответственно, гипотиреоза. В течение 3-6 недель эта деструкция прекращается, уровни гормонов возвращаются к эотиреозу и дальше переходят в гипотиреоз. Среди случаев, собственно, гипотиреоза по этому пути приблизительно половина развивается. То есть это, судя по всему, одно и то же состояние. Просто в половине случаев мы не наблюдаем этого первичного высвобождения гормонов щитовидной железы. В половине наблюдаем. С точки зрения дифференциальной диагностики, на самом деле, каким путем развился гипотиреоз, нам не важно. Мы везде используем заместительную терапию. А вот при гипотиреозе выяснить, все-таки это болезнь Грейса или тиреоидит, это достаточно важно. Потому что при безболевом тиреоидите, когда идет деструкция ткани щитовидной железы, допустим, совершенно бесполезно назначение тиреостатиков, которые только усугубят деструктивный процесс. А вот при болезни Грейса это, в общем-то, одни из препаратов выбора. И еще важнейшим моментом для дифференциальной диагноза является то, является ли этот гипотиреоз первичным или вторичным. Потому что если мы не разобрались первичные или вторичные процессы, назначили заместительную терапию, это может замаскировать, собственно, надпочечниковую недостаточность в том случае, если гипотиреоз развился вторично на фоне гипофизита. Собственно говоря, при гипотиреозе мы назначаем бета-блокаторы, при болезни Грейса, как я уже говорил, разумно назначение тиреостатиков. В крайне редких случаях при гипотиреозе назначаются глюкокротикоиды. При гипотиреозе в основе лечения, конечно, заместительная терапия тироксином. Остановка иммунотерапии при поражении щитовидной железы, а вот иммунным процессом, в общем-то, нужна, на самом деле, только в редких тяжелых случаях. Более редкое осложнение, которое встречается не более чем в 2% случаев на фоне монотерапии, но частота его достигает 5% при двойной комбинации Ситилей-4 и ПД-1. Это первичная надпочечниковая недостаточность, которая связана с прямым аутоиммунным поражением надпочечников. Это осложнение важно не пропустить, потому что если мы оставили его без внимания, не назначили вовремя заместительную терапию, у пациента могут развиться жизнеугрожающие осложнения. Симптомы также совершенно не специфичны и очень трудно распознать это состояние по симптомам. В лабораторных анализах мы увидим снижение утреннего кортизола и повышение адренокортикотропного гормона. Также можем наблюдать гипонатриемию, гипогликемию. Лечение, собственно, как и всегда, заместительная терапия глюкокортикоидами. И в этой ситуации, в отличие от вторичной надпочечниковой недостаточности, также важно применение минералокортикоидов. Острая надпочечниковая недостаточность, которой мы боимся больше всего, это, собственно, адисонический криз, который связан именно с ситуацией острой нехватки гормонов коры надпочечников. Она проявляется гиповолимическим шоком, может сопровождаться лихорадкой, болью в животе, болезненностью при пальпации, тошнотой, рвотой, слабостью, нарушениями сознания. И на основании этих симптомов может ошибочно трактоваться как острый живот и привести к тому, что пациент попадет на операционный стол, с которого он, скорее всего, уже не встанет в условиях острой надпочечниковой недостаточности. Также в плане дифференциальной диагностики необходимо исключать сепсис. Лечение адисонического криза, в первую очередь, начинается с немедленного начала введения гидрокортизона, который помимо глюкортикоидной активности обладает еще и минералокортикоидной активностью, также применяется агрессивная инфузионная терапия. Сахарный диабет первого типа, о котором уже шла речь, развивается крайне редко, не более чем в 2% случаях, и показано его возникновение, ну, по крайней мере, в литературе я нашел данные только для терапии ингибиторами PD-1. Также связано с аутоиммунным поражением бета-клеток поджелудочной железы. Чаще всего манифестируют сразу кетоацетозом за счет фульминантного течения. Период, когда он может развиться, достаточно велик и достигает года. Симптомы типичные для диабета. В лабораторной диагностике играет роль, помимо определения глюкозы, также определение уровня цепептида, снижение которого говорит о снижении секреции инсулина, и антител к островковым клеткам поджелудочной железы. Вот уровень гликированного гемоглобина в этой ситуации не информативен, потому что заболевание развивается быстро, и просто не успевает повыситься уровень гликированного гемоглобина. В плане лечения используется заместительная терапия инсулином, и нарушение это чаще всего стойкое, и уже функция секреции инсулина не восстанавливается у подавляющего большинства пациентов. Применение глюкортикоидов в этой ситуации не поможет ничем, мало того, помешает контролю гликемии. Хорошо или плохо развитие эндокринопатии? На самом деле, крупнейший метаанализ показывает, что развитие иммунопросредованных нежелательных явлений, и в том числе эндокринопатии, является фактором, предсказывающим более высокую выживаемость на фоне иммунотерапии. Причем даже развитие осложнений низкой степени, первый и второй, как раз в первую очередь, является таким благоприятным предиктором. И если для химиотерапии и таргетной терапии мы привыкли считать, что просто токсичность является маркером адекватной фармакокинетики, для иммунотерапии и развития эндокринопатии, возможно, здесь играют роль и совершенно другие прямые механизмы. Так показано, что тиреоидные гормоны способны активировать рост опухолевых клеток, возможно, через воздействие на рецептор энтегрин. При этом на мышиных моделях показано, что гипотириоз, индуцированный теростатиками, замедляет рост опухоли, а заместительная терапия тироксином при этом снова его стимулирует. В общем-то, есть и данные на человеческой популяции, ретроспективные, но тем не менее анализ, который показывает, что гипо- и гипотириоз играют роль для прогноза течения опухолей у людей. Этот вопрос требует еще дальнейшего изучения, и, наверное, в обозримом будущем мы узнаем что-то новое об этом, и, возможно, как-то изменятся наши лечебные подходы, в том числе и к заместительной терапии при развитии гипотириоза. Ну, в заключении, не буду повторять все, в общем-то, эндокринопатии – это те нежелательные явления, которых мы, наверное, не очень должны бояться. Лечить их нужно, конечно, с эндокринологом, потому что мы пока не так много знаем о них, не так много опыта имеем, но, наверное, скоро научимся. В большинстве случаев, в общем-то, функция эндокринных желез теряется стойко, но я думаю, что это не должно нам мешать проводить далее иммунотерапию этим пациентам, потому что у нас в руках есть способы для заместительной терапии. Спасибо. Спасибо.